На пороге Третьей мировой, как Турция, Россия и Сирия загнали себя в тупик. Главред, Украина или Якуса. Главред, Украина. 28 февраля 2020 года. Гибель стольких турецких солдат не может пройти бесследно. Это значит, что Эрдогану надо как-то отвечать, и простыми рапортами о тысячах нейтрализованных сирийских солдат уже не обойдешься. Обстановка крайне накаленная. С одной стороны, масштабная военная операция Турции против сирийской армии в Сирии, вероятно, на какое-то время получит кредит народного доверия и одобрим с точки зрения морального превосходства позиции Турции по ситуации в Сирии, в которое все пока что верит. С другой стороны, затягивание конфликта и рост жертв в геометрической прогрессии может быстро сменить триумфально-патриотический настрой чувством смятения и неопределенности в самой Турции. Кроме того, сотни турецких солдат находятся в окружении на своих наблюдательных постах вокруг провинции Длиб на территориях, ныне подконтрольных осаду. Их массовое убийство, конечно, было бы уже арт-балгами, жесткой игрой, примечания редакторов, со стороны Дамаска. Но если его припрут к стенке и поставят вопрос о выживании политического режима, то тут все средства хороши. Осаду терять нечего. Сирийские войска на своей земле. Они понимают, за что стоят и за что умирают. Они полны ненависти к туркам, и готовы стоять до последнего. Генералитет настроен решительно, даже если переоценивать свои силы. К тому же, позиция самой Турции по Идлибу слишком размыта и неоднозначно, как с международно-правовой, так и с политической точки зрения. Во-первых, турецкие военные не имеют никакого права находятся в Идлибе и вообще в Сирии. Согласно международному законодательству, они являются оккупантами. Это осложняет вопрос втягивания в конфликт стран НАТО, не желающих лезть в Идлибское болото. Во-вторых, чтобы не говорили турецкие власти, в рядах протурецких сил воюют также и откровенные экстремисты, бывшие члены, запрещенные в России организации, примечания редакторов, исламского государства, до сих пор использующие соответствующие нашивки, экстремисты из Исламской партии Туркестана и Таухит Вальджихад, террористы коалиции Тахри Рашам, запрещенные в России организации, примечания редакторов. Благодаря этим силам турки сумели контратаковать против сирийской армии в последние несколько дней, захватив Анна-Эраб, а затем и Саракеп. Поддержка такого джихадистского интернационала, это, мягко выражаясь, очень мутная история, которая не всем по нраву, и является угрозой для самой Турции, у которой с группировками непростые отношения. У Эрдогана реально цукцванг, в который он загнал себя сам. Не отреагирует, потеряет лицо и популярность, а возможно и политическую легитимность. Отреагирует как обычно или слабо, то же самое плюс повод врагам и дальше на него давить. Отреагирует, более агрессивно, рискует развязать полноценную войну, которую не факт, что сможет выиграть, а последствия которой могут стать катастрофой для региона. Россия находится в такой же сложной ситуации. Если Турция атакует, надо будет что-то делать. Ответят слабо и неубедительно, дадут Анкаре понять, что можно давить и дальше. Не отреагируют, потеряют союзников Дамаски и, возможно, влияние в Сирии, а инициативу перехватит США и их союзники. Ответят, рискуют развалить свой альянс с Турцией и втянуться в войну, которую не хотят. А замутили все это амбициозные политики со всех сторон, построившие воздушные замки, делая вид, что все ок, и вопрос можно решить, просто его заморозив на время, не обращая внимания не то, что происходило на местном уровне. Илья Акуса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего материала и на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции и на СМИ.